Всем привет! Сегодня у меня глобальное расхлабление моей ниши, либо гардеробной, по-разному мы ее называем. Заняло у меня это не один день, там действительно очень много вещей, очень много трудов и очень много сил потребовалось, чтобы все это разобрать, рассортировать, убрать нужное, ненужное, то, что на хранение. Очень надеюсь, что я у вас мотивирую на расхлабление, на уборку в доме и просто на хорошее настроение. Для начала, естественно, я все хочу вынести из ниши, помыть ее, и чтобы удобнее было рассортировать вещи, отнесу все это в более просторное помещение, потому что ниша у нас небольшая и убираться в ней не особо удобно. В ходе уборки я нашла некоторые вещи, которые, в принципе, мне уже не нужны, я их, естественно, выбросила. И нашла то, что я не собираюсь использовать в ближайшее время, и не факт, что это буду еще использовать, поэтому я это уберу в гараж, когда это понадобится, я найду и достану. Я взяла несколько сумок, в одну сумку я буду складывать летние вещи, в другую зимние шапки, варежки, в третью вонюшкиные вещички, которые надо будет отнести в комнату, и в другую сумку. Ну, что-то еще там складываю, не помню, что. Такая огромная гора вещей у меня получилась, и заняло немало усилий, чтобы это все разобрать. Еще вонюшка что-то в этот день, прям, супер требователь, ему пусть я там была мама-мама-мама. В какой-то момент мне даже начало казаться, что я никогда не закончу эту уборку, что-то так останется здесь, и всерьез так мало места осталось для жизни, когда вот такая свалка здесь, не пройти, не поиграть, не зарядку сделать, не просто подышать спокойно, свободной грудью, когда вещи очень сильно давят. Вот Вонюшка тут попыталась какую-то зарядку сделать, я попыталась его развлечь, попрыгать, поскакать, но он сказал, что тут тяжело прыгать, что у него болят ноги, потому что он наступает на какие-то предметы. Я с вешалок снимаю летние, либо весенние одежды, выбираю на хранение, когда будет сезон, то я их достану, а сейчас зачем им висить, занимать лишнее место. Тем более я собралась убирать вот эту конструкцию, большую черную вешалку, и хочу это все убрать, чтобы внизу было побольше пространства, потому что очень сложно там передвигаться, прям мало-мало места. Очень символично, что я начала снимать сегодня уборку, именно в костюме от Василька. И мне сегодня прислали новую посылку из Василька, я сейчас покажу, что же там было, а потом мы с вами продолжим уборку. Так, что это? Что это? Что это? Это ткань, это ткань! Прекрасно! А это ткань такой! Это мне? Да. Что это? Да. А это ткань, это ткань, это ткань. А это сейчас там? А это бабушки ткань, когда я успокоить не буду. Так, что у нас тут? Это... Мне пришла вот такая платьица синяя, с красивым рисунком. Кстати, мне кажется, что она очень хорошо подойдет для беременных, но он не большой животик, потому что здесь пространство есть, она довольно-таки свободная, хоть размеры 42-е. очень приятно нежное тело не в обливку идет также я себе заказала такие лосины здесь идет широкий поезд внутри они такие пушистенькие как будто с начесом но их можно и на улицу либо как у нас когда будет прохладно дома будет у них дома фигулять также на сайте василёка я заказала кашемировые колготки очень приятно что на этом сайте можно заказать что что угодно и сортиментом постоянно меняется постоянно что-то новенькое каждый раз захожу и нахожу для себя какие-то новинки и это очень приятно это лосины плюс футболка и когда я так ходила я себя прям почувствовала какой-то грациозной кошечкой потому что лосины так идеально сидят подчеркивают фигуру и вообще мне прям понравилось так и хотела скорее заняться какой-нибудь физкультурой фитнесом потому что одежда располагает еще и заказала себе вот такую ткань я просто бомбическая она крутая она не так понравилась и я заказывала для того чтобы сшить себе чехол для подушки но теперь я сомневаюсь потому что я себе хочу куда-нибудь на другое место приспособить настолько сильно она мне понравилась а гвоздь поиграба это такой зеленый костюм мне очень понравился посмотрите как он классно сидит очень хорошо подчеркивает фигуру попу и вот действительно что что костюм мне очень понравился ткань тоненькая дома ходить будет очень стильно модненько и удобно также я заказала мужу футболки я покупала и ранее отлично носится цена невысокая бюджетная и обычный хороший нормальный футболки больше буду заказывать еще в васильке обязательно еще несколько штучек скажу своему мужу вот такие у меня были сегодня покупочки в васильке ссылку на их сайт я оставлю внизу в описании под видео искренне советую рекомендую этот сайт потому что мне он самой прям очень понравился вот серьезно выгребаю остатки вещей которые здесь остались и буду тут пылесосить наш пылесос хороший сломался остался такой очень шумный пылесос который был сломан когда делали ремонт здесь строители им всасывали строительную пыль и он сюда очень сильно гудит но это особое развлечение для Вани он еще любит когда пылесос гудит потому что Ванька начинает очень громко кричать чтобы перекричать это пылесос забавное зрелище все конечно же протираю влажные тряпочки стены всякие пылочки и развешиваю одежду вот так и цепляю таким способом вешалка за вешалкой но в будущем я попрошу мужа приделать еще какие-нибудь крючочки ну в общем подумаем как облагородить это место чтобы было более удобно использовать все пространство тут у Ланюшки висит теплая дежда которая может сам повесить на крючки ему удобно и главное что он может справляться сам скоро часть одежды отсюда уедет потому что не сезон будет и здесь будет более просторно и опять перемещаемся в бальзал я хочу сложить все по пакетам но пока что их не буду раздувать раздувать это зип пакеты которые с вакуумом потому что у меня есть часть еще стирки которые нужно будет доложить сюда что то и так просто нахожу по дому какие то перчатки которые уже не нужно будет или еще что то в общем один пакет это летние вещи другой пакет это весенние какие то весенне-осенние вещи и еще один пакет это то что мне немножко поднадоело носить и не знаю или выпрысить или оставить и я его пока что уберу в дальний ящик и если что то мне понадобится я его легко достану и буду пользоваться принесла вещички ванюшки сейчас я буду раскладывать у меня тут ничего не глажено нет времени этим заниматься хотя очень хочется очень люблю гладить и мне прям нравится эффект влажного белья что было помятое бац стала гладенькая ванюшка пока что еще не умеет складывать вещички хорошо сам его хватает максимум на одну-две вещи и у него теряется за пол интерес и поэтому конечно же я все сама складываю далее я отношу вещи которые необходимо спрятать наверху на второй этаж у нас там мощная кровать евро там очень много места куда можно спрятаться и еще диван там место есть почти что все пусто поэтому хорошо что есть куда складировать все эти вещи и заодно беру кресло-мешок пока что он надеял мне взяли мы им особо не пользуемся заодно перебираю свои сумки и смотрю что рюкзачок мне пора постирать сейчас комната эта преображается из каждой убранной вещи становится все чище и чище и уже окажется что вот-вот уже будет конец вот-вот уже будет чисто и наконец-то можно будет отдохнуть но на самом деле еще очень-очень много дел так-то продолжаем дальше страницы у нас купилась куча вешалок было время когда я пользовалась ими всеми мне не хватало их даже но сейчас я буду убирать нашу портативную вешалку и конечно же мне не нужны ну вот и все я разбираю наш портативный гардероб гардеробную систему пока что она мне не нужна потому что сейчас вещей намного меньше мне нужно вешать какие-то рубашки, платья все это убрано на хранение на зиму поэтому уберу и если конечно понадобится все хотите могу достать и заново ее разложить какие-то маленькие вещички я конечно же отдам что-то уберу на дальнее хранение что-то остается нам в общем ничего не выбрасывается толком из таких детских вещей потому что детские вещи обычно передаются по наследству вот такая у меня куча гора получилась все это все мне необходимо убрать по местам хранения и вот что у меня получилось в нише у меня лежала такая сумка с различными пособиями, книжками, с красками и так далее сейчас я все это прибираю вместе с Ванюшкой Ваня взял наклейки и убежал их клеить и я продолжаю если честно то я уже подустала и очень хочется отдыхать но я не смогу отдыхать в таком вот таке тем более кровать занята и все таки хочется именно сегодня уже закончить чтобы не возвращаться к этому вопросу однозначно здесь детские пособия я буду еще организовывать что-то просто временное хранение что-то придумал более удобное ну хотя бы то так пока что так сейчас хотя бы там можно полежи и что-то здесь найти не зря как это было раньше раньше очень сложно было что-то найти здесь таким образом сейчас все здесь выглядит и вот тут лучше мне пристелит убрать и разобрать еще пакет мусора что-то тут еще не все так и сейчас почищаем зал вычищаются сначала сухой шваброй кто-то помню мне писал а что еще и за мать такая которая позволила ребенку спрыгнуть на мокрый пол ты что если бы он упал то скользнулся елки-палки конечно же сухой шваброй я мою пол сначала это специальная насадка на шваброй greenway которая работает как веник просто подметается ею она очень хорошо в себя собирает пыль такие мелкие частички а потом уже можно протирать мокрой насадкой мокрой тряпкой это очень удобно теперь необходимо мне встряхнуть кровать все постельное белье манюшко тут изрядно повеселился он тут помню и машинки свои колотил и как выросли яку принес улица в общем кровать у меня особо чистая сейчас встряхну все это пыль и грязь и буду мыть пол дальше а ну это он это а сейчас я Конечно же на видео все так это легко и просто и быстренько все, но на самом деле эта уборка очень длительная и потребовалось много усилий, и в целом я довольна, я очень хорошо убралась в нише, и да, спасибо что вы досмотрели это видео до конца, мне очень приятно что вы были со мной. Все это время, спасибо что вы есть, а мы с вами увидимся в следующем видео, всем пока-пока!